Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо. Что такое «не даёт советы Творцу»? То есть получать от Творца, получать то, что есть у него в каждый момент, как правильную вещь, как исходящую от Творца, и что он должен отреагировать на это. И заботиться только о его реакции. То есть всякий раз, в каждый момент в его жизни он понимает, что то, что есть у него, исходит от Творца, потому что нет никого, кроме него. И тогда его вопрос, его проблема — это как ему правильно отреагировать на то, что он получает в каждый момент. так как выходит, что в каждый момент он находится в диалоге с Творцом, где он чувствует, что то, что есть у него внутри, этот Творец формирует, и сейчас он должен относительно этого, против этого, сформировать свою реакцию от него самого. и так он находится в таком виде взаимном с Творцом. видишь, что все-таки есть советы к Творцу. Ну, есть они. Ну, хорошо, подними их. Пожалуйста, ты можешь поднять. Только должно быть ощущение, что ты все время находишься в связи с ним, что то, что ты чувствуешь, это он дает тебе, потому что ты пустой окли, и то, что ты думаешь, и то, что ты понимаешь, и то, что ты чувствуешь. Все, что есть у тебя от Творца. Сейчас плохие вещи, хорошие, неважно. Тут важна твоя реакция на это. Реакция. Что ты будешь делать? Понятно? Я не понял, как я перехожу из советов к тому, что я все-таки с закрытыми глазами буду. Вот я хочу быть закрытым. Ты можешь быть во внутренней беседе с тем, что ты чувствуешь. То, что ты чувствуешь, исходит от Творца в каждый момент. и как ты отвечаешь ему в каждый момент. Попробуй так быть. И тогда ты начнёшь чувствовать, что у тебя есть связь с ним. Для того, чтобы усиливать эту связь, тебе также находиться в связи с группой. и тогда в таком виде ты приходишь к состоянию, что вдруг ты начинаешь чувствовать, что тебе есть что сказать Творцу, и что услышать, и получить от него. И эта связь между вами уже становится живой связью. Всё. Начинай развивать её. В этом и проблема. Когда ты стремишься к постоянству в просьбе за товарищей, то критика, она всё время растёт. Советы, они растут всё время. А здесь написано, нужно прийти к закрытым глазам. Я не понимаю, что это такое с закрытыми глазами. Ты закрываешь свои глаза на всё, что ты собираешься в чём-то предъявить претензию Творцу, без претензий, без ничего. Ты что-то чувствуешь в своей жизни? Сделай над тем, что ты чувствуешь, и что ты понимаешь, связь с Творцом. Начинай относиться к нему в ответ. И так в каждый момент. Постарайся, попробуй, попробуй всё время. Я возлюбленному, а возлюбленный мне. А возможно, как-то связаться, кроме как, ну, с какой-то претензией? То есть, а с чем тогда, через что я связываюсь тогда? Всё время что-то не так же. Все жалобы могут быть только на то, что ты не в состоянии правильно ответить на то, что Творец вызывает в тебе. Я сейчас чувствую и понимаю, и то, что есть у меня и в разуме, и в сердце, это исходит от Творца, это наверняка. Вопрос сейчас, насколько я над тем, что я чувствую и понимаю, я весь, как я реагирую? От моего эгоистического желания, исходя из эгоистического желания, или я хочу изменить свою реакцию? Так перед каждым изменением реакции я должен определить, что то, что есть во мне, всё исходит свыше. Всё исходит свыше. Это первое. Второе. Как не реагировать на это, что всё исходит свыше? Ну и так далее. Это наша работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова